Что будет если не есть мясо, птицу, рыбу? ВЕГЕТАРИАНСТВО СИСТЕМА ПИТАНИЯ ИЛИ ОБРАЗ ЖИЗНИ? Здравствуйте! Приветствую вас на видео канале доктор Скачко! А я доктор Скачко — врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг купить через интернет можно. А сегодня решил предложить вам отрывок из одной медицинской передачи, где я участвовал в качестве эксперта. И разбирался вопрос, что будет, если не есть мясо, птицу, рыбу? Вегетарианство, знаете, уже не новое, но все ж таки она сейчас набирает обороты. Особенно лето сейчас начинается. Это модно, это иногда полезно может быть. А вообще, если человек решит сделать свой свой выбор, она хочет стать вегетарианцем, что бы вы ей порекомендували? Чи одразу мы забываем про все продукты тваринного походжения? Чи это лучше делать как-то, ну, поступово? Ну, тут, если человек хочет, то лучше уже садиться в лодку сразу, чтобы не оказаться между двумя. Потому что... То есть это кидать и палить, так, лучше сразу? Да. Бросили и все. Но вопрос в чем? Человек должен быть сформирован. То есть этот человек должен быть в возрасте от 30 лет, когда его организм сформирован. Если он ведет неактивный образ жизни, то это ему подходит. Если активный, он не выдержит. Я уже... Сколько было вегетарианцев, которые пытались вести активный образ жизни и возвращались к прежнему питанию. Ну, и высочая энергии людей, да? Известный певец у нас есть, Гришко, он пытался... Не хватает силы. Да, говорит, я петь могу, но зал меня не слышит. Потому что нужны силы, а на вегетарианской пище там особо сил не имеешь. Если посмотреть, кто занимается вегетарианцем, да, индусы, да, они сидят полдня в медитации, они ведут малоактивный образ жизни. Потому что в тех условиях, в условиях жары, нельзя активно работать. Потому что физическая работа, мышца вырабатывает тепло, перегревание организма, и человек точно так же может умереть. Поэтому тут как бы нужно систему питания адаптировать к тем условиям, которые нас окружают, и изменять образ жизни тоже. Просто если вегетарианец в наших условиях, скажем так, когда достаточно прохладно, будет так питаться, то у него возникнет просто легкая проблема. Белковый дефицит, а белки у нас запасаются в мышечной ткани. Если мы посмотрим на вегетарианцев, они не обладают хорошей мускулатурой, правило, такие астенической конституции. Если посмотреть кровь, то у вегетарианцев, как правило, снижена активность иммунной системы. И то, что они пытаются таким образом уйти от каких-то болезней, просто меняется спектр болезней. Да, есть болезни, связанные с чревоугодием, и они есть. Есть болезни, связанные с ограниченным питанием, когда дистрофичные процессы идут в органах из-за того, что орган работает, а восполнение полноценного нет. И вот здесь нужно найти какую-то золотую средину и понимать, какие условия его окружают, человека, и какая система питания ему может подойти. И это далеко не всегда витряно. Мы собираем мясо из нашего рациона. Треба как-то пополнить. Вы правильно говорите. Тогда какими продуктами можно, не буду сказать, заменить мясо, а дополнить свой рацион, чтобы поддерживать этой вегетарской теории. Ну и здоровье, конечно, чтобы они остались. Смотрите, можно заменить концентрированные источники белка, горох, фасоль, бобовые, то есть вот эти компоненты. Но КПД переваривания низкое, процентов 50. Если взять свинину, переваривается процентов на 95. Если взять рыбу, примерно так же. Птица, примерно процентов под 90 переваривается. Мало жил, и оно переварится легче. Если взять конину, тоже процентов 60. Говядина, процентов где-то 70 переваривается, остальное не усваивается. Бобовые, они где-то в районе 50%. И вот здесь человек попадает на проблему. Больше того, с возрастом обычно появляется такой диагноз, как подагра. А в бобовых очень много пуриновых оснований, которые добивают почки, добивают суставы. И у человека появляется другая проблема на вегетарианстве. Если человек переходит на семена, использует семена подсолнуха, тыквы, льна, орехи разные, то тут другая проблема. Здесь в составе, кроме белка, есть еще достаточно много жира. А с возрастом у человека появляется еще одна проблема. Как хронический панкреатит. Позлучность жутко не любит обилие жиров. Особенно, если они в такой компактной оболочке в виде семян. Потому что семена не предназначены для поедания кем-то. Если вегетарианцы считают, что какая-то пища предназначена больше для еды, а какая-то меньше, то они ошибаются. Все живые существа на планете Земля, что растения, что животные, они предназначены для одного. Для размножения, для продолжения своего рода. Причем в этом случае они даже конкурируют себе подобными. Потому что тут система выживания достаточно эгоистична. Две коровы стоят на лугу, они конкуренты за траву. Одна имела хороший аппетит, она выжила, вторая не смогла, удой снизился, она пошла на мясо. А это живет, ходит по лугу дальше. Поэтому тут есть свои нюансы эмоциональные. Поэтому тут выбирать, скажем так, попробовать перейти на другие продукты можно, но опять-таки есть свои проблемы. Если остается в рационе, например, крупы, да, неплохой продукт питания, но очень много углеводов. А с возрастом, то есть минимальное количество углеводов это гречка из круп. Максимальное это рис процентов 80. А с возрастом появляется такой диагноз обычно, как сахарный диабет. Из-за того, что печень у людей с возрастом снижает свои возможности, инсулинная система с печенью появилась, пошел диабет второго типа вне зависимости от системы питания. Что будет, если не есть мясо, птицу, рыбу? Дистрофия или лечение диабета, лечение подагры, лечение панкреатита. Иными словами, очень непросто вслепую, не зная особенностей работы вашего организма, вносить изменения в свой рацион питания. И больше информации, что будет, если не есть мясо, рыбу, птицу, яйца, молочные продукты, вы узнаете в следующем видео на моем канале. А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моих канала словами. Крепкого вам здоровья! И главное — разумного к нему отношения! А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео? Не забудьте поставить на него лайк! А я подумаю, как лучше написать следующее видео на канале под названием «Что будет, если не есть мясо, рыбу, птицу и другие продукты животного происхождения?» До новых встреч на моих каналах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко»!